итак привет дорогие друзья дорогие подписчики и те кто оказался на моем канале впервые сегодня очередное видео и в этом видео мы распакуем новенький macbook air 2022 года на процессоре м2 в новом дизайне от компании apple и в классном свете midnight таком темно-темно-синем купил я его на смену своему macbook pro 13 с тач-баром на процессоре м1 коротко расскажу как я использую macbook и почему я решил поменять его в первую очередь потому что мне было интересно все-таки новый дизайн новый корпус про 14 мне в принципе пока не нужен не интересно вот интересно стало именно эта модель к используя macbook я в основном для монтажа видео у меня до прошки был air на м1 и нормально справлялся с моими задачами я думаю надо купить ноутбук с активным охлаждением купил и монтаж простого роликов а ему в программе там 15-минутного в full hd качестве ну там чуть-чуть какие-то звук какие-то переходики и ноутбук нагревался включал вентиляторы прям шумел разряжался я не знаю почему так но вот тот ноутбук который должен не греться в таких задачах он почему-то грелся и я его также я его использовал не как ноутбук а использовал я его с монитором с внешним монитор у меня philips 275 е моделька 27 дюймовый монитор матовое покрытие и дабы не портить мне порты в макбуке я использую вот такой переходничок от bazeus не знаю он оригинальный не оригинальный здесь у нас 3 usb 3.0 потом фонарик такая подсветочка type-c разъем который только лишь для зарядки используется hdmi по которому я подключаю монитор и два карт-ридера также есть ethernet но почему-то он у меня не завелся с моим макбуком не знаю почему и соответственно вот такая вот такое подключение по usb-c к ноутбуку и был он у меня всегда на зарядке ибо когда зарядку отключаешь обязательно должен быть открыт экран на макбуке тогда выводится изображение на внешний дисплей если вы крышечку своего макбука закрываете соответственно дисплей тухнет если подключена зарядка то дисплей не тухнет и у вас компьютер стоит макбук как системный блок таким образом я его использовал порядка одного года и у меня при 13 14 циклах зарядки батарея просила до 93 процентов емкости все наверное из-за того что постоянно была подключена к питанию и вот я все-таки и по этой причине из-за того что батарейка уже подсела я решил его поменять на другой и давайте наверное приступим к самой распаковки а давайте я расскажу еще о том какая у меня здесь модификация модификации у меня на 8 гигабайт оперативки и на 256 ssd в интернете много смотрел роликов в которых показывают что на 256 гигабайт модель работает в два раза медленнее чем модель с пятьсот двенадцатью гигабайтами памяти встроенной но я пользуюсь вот таким жестким диском от samsung portable ssd t7 touch с отпечатком пальца и поэтому я думаю какая разница с какой скоростью он будет там что считывается он все равно будет считывать по thunderbolt и поэтому какая будет память быстрая внутренняя или то есть быстро она будет или не быстро я думаю разница для меня не будет а переплата в 300 долларов за 256 гигабайт дополнительной памяти мне кажется это многовато модель у меня американская с американской раскладкой не делал я никаких гравировок потому что в принципе я обладаю умением слепой печати и если я его все-таки буду использовать как системник для для работы с монитором у меня есть оригинальная православная русская клавиатура и вот такой замечательный огромный трек под кстати я какое-то время использовал это все с планшетом пробовал заменить таким сетапом себе macbook и что у меня этого получилось если хотите ставьте лайки я обязательно расскажу и покажу теперь хватит разговора уже шесть минут практически поговорили наговорил и давайте его все-таки распакуем здесь у нас вот такой хлястик за него мы тянем и должны надо рвать вот этот целлофан тянем надрываем как получилось снимаем целлофан и у нас огромная коробка и опять таки да у нас в из айфонов убрали зарядку дабы уменьшить толщину коробок ну вот огромная вот эта коробка какая толщина и сам ноутбук он совсем же тоненький кабель зарядки тоненькие а блок питания занимает грубо говоря вот такой будет квадрат на из-за вот этого огромного квадрата толстого у нас вот такая коробка не хватите вы сюда тогда блок питания продавать его или отдельно или просто давайте его дополнительно бесплатно каждому macbook у но зато у вас коробка станет в три раза тоньше итак давайте открываем как всегда коробки от macbook открываются очень медленно и очень плохо плотненько вот у нас наш macbook бумажечки давайте его чуток в сторону в комплекте идет зарядный кабель в этом поколении эйров у нас появился все таки многими любимый макс сейф вот такой магнитный разъем что может не радовать так как у нас освобождается автоматически еще один порт юсб тайп си так как с одним портом все таки трудновато тяжеловато так у нас зарядка идет по макс сейфу и два порта у нас свободных синенький кабель в оплетке с этой стороны темно-синий коннектор макс сейф а здесь белый коннектор юсб си для зарядки дальше здесь макулатура и я надеюсь будут что-то и совсем мало вот они тут как-то интересно вот этого толстая это просто картон конверт сделали тоже определенной толщины приятно ничего и вот такие синие яблочки кстати у меня с прошкой с предыдущей сейчас покажу да вот были вот такие серые яблочки теперь синие у меня темно-синяя машина наклею на заднее стекло будет классно потому что сейчас у меня наклеены белые яблочки 1 яблочко на заднем стекле ставьте лайк если вы фанат apple и нас заднее стекло своей машины вы клеите логотип apple и вот у нас такой компактный маленький так вот порвал зарядный блочок на 30 ватт и с одним юсб си если бы я все-таки не пожадничал и переплатил 300 долларов у меня был бы зарядник на 35 ватт и с двумя юсб си в прошке 13 у меня был зарядник на 60 на 65 ватт который довольно таки быстро заряжал мой макбук ну розетка у нас я не знаю чья она американская наверное но легким движением руки это мы выбираем и ставим сюда китайского заменителя переходничок на нашу отечественную розетку вот такой даже по цвету похож если хорошо его сюда вставить смотрите как как родной сел и вот у нас зарядник превратился в зарядник роз тест модели убираем коробку и давайте вскроем макбук интересно посмотреть на этот свет убираем так ну вот этот макбук в цвете миднайт этот цвет не напоминает с черный цвет в линейке тринадцатых четырнадцатых айфонов он тоже когда вы покупаете черный он не черный он темно-темно-синий здесь конечно чуть-чуть он посветлей но все равно очень похож с правой стороны у нас отверстие для наушников с левой стороны тогда максы и поймайся свет максы и 2 юсб си ну-ка магнитим класс примагнитился об отвалился ну что он скажу по ощущениям классно он ощущается в руке вот здесь пока ты такие грани прям приятненько такого держать в руках и сейчас я немножко поменяю ракурс камеры чтобы мы его открыли и вы видели магию apple и ноутбук при открытии крышки должен сразу же включиться и так чуть-чуть мы изменили ракурс и открываем тест на макбук я его не могу подцепить представляете он от меня убегает куда-то поэтому то очень неудобно кстати вот я его цепляю он не открывается вот он открылся оба включился так чуть-чуть изменим что у нас здесь здесь у нас огромный трекпад здесь у нас клавиатура без клавиши интер потому что она американская нас приветствует ноутбук кстати сразу на русском вы видели первое приветствие было на русском и у нас что здесь есть здесь есть здесь есть на резинке какая-то шерсть прямо это в рифму практически у нас есть монобровь монобровь как уже в прошлогодних немодных про версиях айфонов здесь вот она тоже есть будет ли она мешать или нет это я вам сейчас не скажу ну выглядит как минимум что-то новое и рамочки они одинаково раньше нижняя была рамка тонкая верхняя было потолще сейчас все одинаковое если не считать этой моноброви сразу язычок он не выбрать где у нас вот русский выбираем клавиатурка до без гравировки ну я не знаю вау кстати вот здесь есть сканер отпечатка и кнопка включения сканера он такой кругляшком выделена кнопка сама квадратная странно вот в прошке там именно был квадрат и в этот квадрат был встроен полностью сканер отпечатка пальца а здесь сейчас а здесь в кнопку в квадратную встроен кругляш ну как-то мне не очень нравится так давайте я сейчас быстренько его настрою включу и мы вернемся и я вам расскажу о своих первых впечатлениях и на этом я думаю мы закончим видео и буду я настраивать пользоваться монтировать это видео на этом макбуке и через какое-то время я запишу видео о своем опыте использования сравнения с макбук про на м1 с макбук эйр на м1 есть какая-то ли разница что стоит купить и ну вообще расскажу о своих впечатлениях и так ноутбук я настроил активировал у меня сразу появилась проблемка с appstore а хотя нет вот он предложил загрузить российские приложения мой офис стандартный домашний нафиг иди пожалуйста мой офис стандартный домашний и так вот все у нас загрузился appstore сначала он почему-то не грузился и вот так вот выглядит рабочий стол ноутбука с челкой в принципе челка это мне не мешает и вот эта область которая появилась за счет вот этих вот двух вырезов так как у нас рамка стала тоньше она используется для строчки с менюшками ваших каких-то приложений и поэтому вот у вас на грубо говоря вот этот сантиметр даже меньше стало больше полезного пространства и это я считаю плюс поэтому челка есть я думаю она будет уменьшаться появится face id или может вообще и уберут ну поживем увидим вот как видите уже подключил ноутбук с помощью mac save к зарядочке потому что мне было мало батареи и сейчас скопирую сюда все свои данные установлю русский язык на клавиатуру и буду пользоваться монтировать видео а вам спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии задавайте вопросы с удовольствием их почитаю и на адекватные отвечу поэтому еще раз спасибо всем пока до следующих видео